Программа 20.16 Мой короткий портрет, и сейчас я увидел, но еще прежнее. И я должен сказать, что хочется ему соответствовать после этого. Стань таким, как я хочу. Здравствуйте, Юрий Борисович. Приветствую вас. Господа, вы поняли, что у нас связь с Санкт-Петербургом. Здесь в студии в Москве на «Ехе Москвы» я, Ксения Ларина. В Петербурге у нас Виталий Дымарский и наш замечательный гость, режиссер Юрий Борисович Мамин. У нас тема очень красивая для разговора. Возможен ли расцвет культуры в эпоху реакции? И есть уже голосование на сетевизоре, которое должно висеть. Вы можете там отвечать на вопрос, очень простой. На ваш взгляд, сегодня благоприятное время для творчества, да или нет? Чуть позже подведем итоги голосования. Но я думаю, что будет правильно, Виталий, если мы для начала действительно поздравим Юрия Борисовича с недавним юбилеем. Это будет не то слово. Не то слово. Я боялся поздравлять Юрия Борисовича. Мы с ним виделись перед его юбилеем. Правда, он сказал, что он человек, не зависящий от всяких этих самых условностей. У меня есть несколько примет, но они такого личного свойства. Как черная кошка или что? Нет, черная кошка – это общая вещь. А что? Ну, знаете, ну, например, там, какая мелодия первая была услышана, прозвучала, как начнется день и так далее. Чья фамилия, какая фамилия какого писателя попалась первая на глаза. Это заставляет задуматься. Иногда сбывается, но очень редко. Очень редко. Хочется, чтобы Толстой? Толстой – это знаменитая была ситуация, что Кшинин, который благодаря Толстому попал в Афгик, вообще сказал, что он пишет лучше, чем Толстой. А если, поскольку он находился в кирзовых сапогах и почти в ватнике, то очень заинтересовались, говорит, вам тут делать нечего. А он говорит, а я и не собирался, меня сюда устраивают. И с этого начался разговор, который привел к его поступлению. Ну, вот, а сегодня уже с полным основанием мы пьем за здоровье Юрия Борисовича чай с варенью. Я тоже включаюсь, у меня тоже чай тут есть. Турак, я буду. Здорово. А пьяня им страшно? Вот, как по медали, я в случае рассказывал Юрию Борисовичу о тех фильмах его на внешних, которые я очень люблю. И, в частности, вот мы вспомнили фильм, который сейчас уже очень мало кто помнит, тем более, что он не полнометражный. Да, как-то он называл. Меньше часа, да. Меньше часа идет. Это, ну, как говорили, и как говорят до сих пор, в общем, праздник Нептуна. Хотя, конечно... Нептуна. Дорамотно говорить Нептуна. Ну, потому что происходит в деревне. Да, они говорили Нептуна. Это фильм 86-го года, он же сейчас как раз юбилей. Да, ему как раз 30 лет. Это первая моя картина, которая вышла на зрителя. Вот, я помню, что на этой картине у меня слезы длились от смеха просто. А я другую чем вспоминала, Юрий Борисович, можно я подключусь? Мне кажется, что, если уж говорить о вашей фильмографии и ее каким-то образом приносить в сегодняшнее время, мне кажется, что сегодня, как никогда, оказался пророческим и актуальным фильм Бакенбарды про зарождение фашизма, по сути, на улицах России. Давайте вспомним, да, что это такое было. Это появление этих самых штурмовиков, патриотов, которые сегодня заполонили наши улицы. И, по сути, сегодня они и правят страной. А тогда это была другая, немножко другая была атмосфера? Или похожая на сегодняшний день в стране? Как вам кажется? Похожая, так нет. Тогда возникало... Но я расскажу два эпизода замечательных. Тогда подняло голову и очень активно работало во всех средствах связи и всеми возможными способами. Общество – память. Вот это была националистическая. Да, Васильевна. И, кстати говоря, Бурляев Николай был ярким представителем этого общества. Он выпустил фильм «Лермонтов», где Лермонтову написал свои собственные стихи, к удивлению всех, но неграмотная публика этого не поняла. Там половина стихов самим Бурляевым придумана, и он от лица Лермонтовых читает. Но там... Ну, про фильм не будем говорить, там много замечательных вещей. Но главное, что в Москве были показаны два фильма в доме железнодорожника. Там собрали всю общественность кинематографическую. Один из них был настоящий патриотический Лермонтов Бурляева, а второй – антипатриотический, антирусский «Праздник Нептуна». После этого произошла драка. Там был такой режиссер Горобец, который снимал потом дамский партнер. Портной со Смутуновским уехал в Бурляев. И вот он там кому-то побил морду, ему тоже досталось. Но, он говорит, была такая заваруха, дрались одни на других. Так вот, а что касается... Почему возник фильм «Бакенбарды»? Я ехал... Мы придумывали какой-то сценарий с Вячеславом Лейкиным, тем, который стал потом моим соавтором в «Бакенбардах». И я ехал к нему в Пушкин. Сел в метро, спустился и увидел, что разбрасываются листовки. Ходят какие-то парни, разбрасывают листовки. Я поднял одну, и там было написано. В час икс просим всех патриотов, всех, кому дорога Россия, явиться по таким-то адресам и потребовать ответа от людей, которые загнали страну в такое вот состояние. Первым стоял Даниил Гранин. И адрес привезен. Я говорю, боже мой, да это же призыв к убийству. Это же пропаганда насилия, абсолютно равная штурмовикам 1933 года в Германии. А в это время ходят по перрону спокойные блюстители порядка, милиционеры не обращают на это никакого внимания. Я говорю, ну тогда мы должны ответить. Я взял эту листовку, повез туда, и говорю, нам надо что-то придумать. И вот мы придумали таким образом. Ведь самое интересное, что ведь они распространяли идеи, которые очень хорошо усваивались большим количеством населения, так скажем, даже не народа. Население толпой. Они говорили о России, о превосходстве русского человека, наше, все оттуда шло. И мы тогда решили, что они должны взять очень правильные лозунги на свои знамена. Ну, как христовые походы были под знаменем Христа, жесточайшие. А мы решили, что это будет Пушкин. Тем более, что в Пушкине, в городе Пушкин, мы это и сочиняли. Вот так это родилось. Ну, вот скажите, вы рисуете картину абсолютно с сегодняшнего дня. Те же самые расстрельные списки, такие же сегодня публикуются в интернете, черные списки людей, так называемых либералов. Я уж не говорю, там не только списки, вы знаете, да, что нас любят иногда вывешивать портреты. Вот нас вот около эхо Москвы, напротив, на здании, вывешивают портреты врагов народа. Абсолютно тот же самый случай. Вот, может, мне... А ты помнишь, Ксюша, а ты помнишь, как кто-то, эта молодежь провластная, которая там поставила головы, как было Немцово, Алексеево... На Селегире, да, да, да. На Селегире, абсолютно точно. Да, ну, все это, все это самое. Почему этот саксон? Кстати говоря, по поводу... Извини, Ксюша. По поводу... Потому что такова история России. Она, к сожалению, движется по кругу всегда. И заметьте, что очень легко представить себе развитие событий будущих, оглянувшись в историю. Но у нас еще есть одно отличие у населения, скажем так. И у людей, которые, ну, в общем, являются толпой... Как это Пушкин называл? Чернию. А черни, это, конечно, не бомжи и не бедные люди. Черни, это люди, лишенные гражданской совести, которые живут, так прозябая, как мещане, и всегда угодливы власти. Так вот, это все повторяется. А памяти никакой нет, исторически, чтобы сказать. Так нельзя. Нет. Идет все та же. Короткие оттепели, длинные застои. Короткие оттепели, длинные застои. Тем, кому повезло... Вот я пережил две оттепели. Один раз был школьником, хрущевская так называемая оттепель, которая дала сходы. Вот, отвечая на ваш вопрос, ведь оттепель принесла этих людей, этих поэтов, этих писателей, которые вдруг стали известными. Потом они стали меняться и так далее. Потом возник страшный брежневский застой, когда эти густые брови висели над нами, как две тучи, и казалось, что им конца и края никогда не будет. А потом перестройка. И я, как романтический человек, несмотря на то, что мне уже был сороковник, я подумал... Вот когда я снял этот фильм, «Праздник не праздник». Я поверил, что наступают времена действительно настоящей свободы, человечности, того, о чем мы вообще мечтали. Времена людей. И я даже отказался, когда власти запретили показывать широко фильм «Фонтан». «Фонтан». И они решили, вместо того, чтобы давать его в прокат, дать мне государственную премию за этот «Фонтан». Меня вызвал директор студии «Глутва». Сказал, мы хотим тебя на вот премию договоренности есть. Я говорю, нет. Премии? Зачем мне затыкать рот? Я был романтик. Вы мне хотите заткнуть рот в премии государственной, вместо того, чтобы показывать картину? Не согласен. Потом, через некоторое время, я отказался. А мы без твоего согласия. Я говорю, тогда напишу в прессе. Прошло некоторое время. Получают государственную премию Герман и Бортко. Я подошел, смотрю, читаю. В коридоре фильмов висит это объявление. Я говорю, как странно. Я никогда не думал, Леша, что ты не откажешься от премии. Он говорит, это потому, что ты не получал. Получишь, по-иному заговоришь. Я говорю, я отказался, врешь. Я говорю, вот идет глутва. Александр Алексеевич, я отказался? Да. У них был бледный вид. Кстати говоря, если уж проводить параллели между фильмами Ильей Борисовичей с сегодняшним днем, то праздник Нептуна. Ну, Нептуна будем говорить. Я могу говорить правильно. Вот там деревня. Нептуна, это значит, происходит в поселке Малые Пятки. Где про Нептуна услышали только так. Так как они могут. Это полное, абсолютно, сегодня воспроизведено в виде идиотии наших праздников. Конечно. А «Окно в Париж», между прочим, это совсем актуальная картина, поскольку именно сегодня Госдума приняла закон, согласно которому можно ограничивать выезд. Вон оно как. Понятно. Ну, тогда окно будет еще самым замечательным вообще способом что-то такое сделать. Так у меня и фильм я собирался делать для «Окно в Париж» 20 лет спустя, который закрыл, ну, по существу, лично Мединский. Остальные это закрывали из-за достижательства. Им не хотелось делиться деньгами с Ленфильмом и с городом. Ну, а Мединский по идеологическому соображению, потому что он у нас министр пропаганды все-таки. Подождите, а вы что, заявку подавали на... На питчинге... Нет. Это был питчинг. Мало того, я вам скажу, Ксения, самое удивительное другое. Это был год, когда я был в общественном совете. И когда Герман и Сокуров написали письмо Путину по поводу того, что нельзя закрывать Ленфильм, нельзя его продавать торгашам, а потом лишиться этой студии. Она имеет историю, это достояние и так далее. Он не отказался. Он сказал, да, надо возрождать. Был создан общественный совет, стали отбирать картины для того, чтобы сделать. Отобрали только три. Две моих из них было. Одна из них называлась «Радость любви к Джойсу», которую поддержали все безукоризменно. И очень-очень был за нее раков был больной тогда Алексей Герман, Светлана Кармолита, Юрий Клепиков. То есть весь цвет, люди, которые что-то в этом понимают, считали, что это будет такой шедевр для Ленфильма. Но опасался директор Пичугина, сказал, что картина может не пройти там, под соображением того, что она не для зрителей, а для фестивалей. Вот наш зритель не будет смотреть про то, как убивали переводчиков Джойса, потому что сочли их английскими шпионами. Надо что-то такое более... И пожалуйста, вы с Вардунасом спокойным последняя работа совместная написали «Окно в Париж» 20 лет спустя, как там в фильме первым было объявлено. Через 20 лет окно откроется. И что произойдет? Дети повзрослели, Париж уже другой. И там очень смешная яркая ситуация, которая заканчивается вообще тем, что едут не в Париж, а строят куда-то в Сибирь новый город счастья или мечты. Вот. Фильм смешной, яркий и очень острый. Но так пожалуйста, брендовый фильм, публика пойдет на него уже хотя бы по воспоминаниям, как это произошло с «Иронии судьбы» неудачным фильмом Бекмамбетова, но сборы были большие, побежали смотреть, что стало с их прежними артистами. Но ни тот, ни другой не прошел. Приехал специальный мединский на этот показ, улыбнулся так, извительной улыбкой иезуита после этого. Ну, поскольку прошло так удачно, Питчин был такой удачный, они сказали, ну, Ленфильм показал класс, потому что я сидя и видя, как сдают свои работы другие мои коллеги. Я удивлялся, что они отвечают хуже, чем мои студенты, которые там мямляют что-то такое. Это было что-то стыдное. Но они уже получили, там было все распределено, как всегда. Но они как-то объясняют, а не причины объясняют, почему не прошло. Никогда. А, понятно. В жизни никогда никто не объяснял. Так было, вот всю свою жизнь, когда я был ассистентом, и мы фильмы сдавали, ведь в Питере было гораздо сложнее, в Ленинграде. У нас был еще дополнительный кордон. Это была цензура Смольного. Фильмы, которые сначала отправлялись в Смольный. Если он разрешал показать, они шли тогда в Госкино. Это дополнительное. А там в Госкино спрашивали, а Смольный смотрел? Тогда они смотреть не будут. Здесь Романов тогда был вообще всевластный. И отправлялись. Так что, что тут, собственно говоря? Ир Ильич, ну так не может быть... Никогда они не отвечали, почему фильм закрыт или что-нибудь. Ну это тогда было. Ну сейчас, ну не может быть, но что-то сказать. Тогда была официальная цензура. Сегодня ее нет. А сейчас ее нет. Что сказали? Нет, только официальная. Она существует во всех своих вариантах, как вы сами понимаете. К сожалению, мои коллеги или там зрители говорят, ну как? У нас такая свобода. Какая свобода? Это может говорить человек, у которого нет проблем. Вот они не стоят, ему нечего сказать. Ему не с кем поспорить. Он ничего не понимает. У него полная свобода. Как свобода у дурака, ничего не знать. Не более того. Как только ты пытаешься что-то такое, как это у Грибоеда, из нас один найдется враг исканий, в науку он вперед взор и алчащий познаний, или в душе его сам Бог вот будет жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным, они то сейчас кричат разбой, пожар и прословят у них мечтателям опасным. Ну вот то же самое. Смешная смс-ка пришла от нашего слушателя. Вам не кажется, что современная история России пишется по мотивам кинопроизведения Мамин. Не собирается ли Юрий Мамин подавать в суд на использование собственных людей? Ну, это называется остроумная фраза, она мне нравится, но, к сожалению, из нее кино не сделаешь. Ну вот мой вопрос, Юрий Борисович, вы сейчас сами понимаете и знаете о том, как в массовое сознание внедряется какая-то жуткая логика со стороны власти, со стороны Министерства культуры, что кто платит, тот и заказывает музыку. То есть, типа, если вы создаете произведение искусства на государственные деньги, то уж будьте добры учитывать наши пожелания, и мы имеем право диктовать художнику, про что нам нужно сейчас снимать и зачем. Вот что вы думаете? Ну, так всегда было, в общем, в советское время было так же. Ну, это... А как во всем мире? Тогда давайте так разберемся. Давайте. Ну, во всем мире, конечно... Во всем мире нет, на государство Хитлбаково. Такого не существует, да, во всем мире. Вероятно, есть какие-то полугосударственные студии. Да я даже не знаю. В Париже закрылась. Там вообще, по-моему, студия Патэ знаменитая закрылась. Там существуют маленькие студии. Ну, как-то снимают кино. Хотя оно сегодня так не славится, как когда-то французское кино. Существует голливудское... Навряд ли там существует такая государственная цензура. Там решают, конечно, все менеджеры, продюсеры. И они, конечно, гораздо более страшные цензуры, чем можно представить себе. Они в этом смысле не подкупны. И они мыслят только категориями выгодно-невыгодно. И в этом... Чаще всего, ничего не понимая в искусстве, был один только Дэвид Селзник, который сделал картину, унесенную ветром. Поменяв трех или четырех режиссеров и вложив все состояние, раздарившись полностью, нажимая денег, а потом победил. Хотел сделать лучший фильм мира. У него это получилось. Ну вот, а другие продюсеры... Дмитрий Борисович, ну подождите, но тем не менее, вы говорите... Я понимаю. Нет, по поводу Голливуда того же. Да, конечно, массовое кино. Но все-таки это же и «Пролетая над низом кукушки», это и «Форман». Ну сейчас на чем будем целые десятки классических блистательных фильмов. Нет, Виталий, видите, какая штука. Действительно, во-первых, эти фильмы великие. Это тоже достояние прошлого. Я не могу сказать, что сейчас не появляются интересных фильмов у них. Они так же редки, как тогда. Один из ста. Но тогда они были действительно выдающимися работами. И в данном случае там культура гораздо была выше. Дело в том, что цензура лишала возможности расти профессионально деятелей кино. Выигрывал тот, у кого были природные наклонности, природные способности. Он мог как-то справиться. Но как вы можете совершенствовать, оттачивать мастерство, скажем, сценариста, режиссера, когда вы зависите от того, что вам скажут. Начало переделать, эту сцену вырезать, конец высветлить, этого героя убрать, и так далее. Что остается от картины? Человек рад бы ее закрыть, послать подальше, но надо семью кормить. Он пускается пить горькую и, вообще говоря, получает инфаркты, инсульты или становится послушным приспособленцем и конъюнтурщиком. Так оно и было. И только редкие удачи, собственно говоря, художественные. Другое дело, что кино, конечно, было художественно выше, потому что сохранялась культура, уважение к ней, к образованию, оставшиеся еще с доверенционных времен. Сейчас ее нет. Вы сейчас про советский кинематограф говорите. Про советский, да. Кинематограф говорю. Оставалось только это. А так фильмы в достоинстве. Вам Меденский скажет, и он это говорит, что, между прочим, Тарковский все свои фильмы снимал на государственные деньги. Да, и я снимал, и я снимал на государственные деньги. Так у нас другого не существует. У нас, если говорить о частных, то, во-первых, у них нет культуры, как вы знаете. Наши олигархи даже не пытаются. Один Прохоров посчитал, я его как-то спросил. Он привел на своем собрании Прохоров где-то сказал. Я хотел сегодня подготовиться. Партию он открывал. Но не нашел ничего лучшего, чем из фильма «Окно в Париж». Раньше мы воспитывали строителей коммунизма, сегодня строители капитализма. А получается одно и то же. Злоб, невежда и вор. Злоб, невежда и вор, там говорил главный герой. Получается. И я пришел на встречу. Здесь и говорю, почему вы не хотите продолжить? Если вы считаете, что эта картина дала вам самые правильные слова, почему бы не сделать помощь публицистическому фильму, которого не существует. На что он мне ответил? О, я свой долг по публицистике выполнил. Я оплатил проект «Гражданин и поэт». Ну, на быковские стихи. Да-да. Которые, надо сказать, с размахом, и надо с большой оплатой, надо сказать, возили по городам и весям. Там были очень дорогие билеты. Так что это был проект коммерческий вполне. Ну, я хочу, знаете, все равно защитить в этом смысле Михаила Дмитриевича Прохорова, поскольку он, помимо того, что вы сказали, он еще все-таки помогает и театрам, он делает хорошие театральные фестивали. У нас один там театр нации существует на его деньги. Многие-многие... Да я его не обвиняю. Но то, что он мне сказал в проекте, это никак не значит, что он вообще плохой человек. Но я бы сказал, что вот так получилось, что только он один, я его привел единственного, который все-таки действительно сделал эту программу и другие. А другие на футбол. Только деньги на футбол или на что-нибудь. Я не знаю. Других ведь мыслей не существует. Они могут потратить деньги колоссальные для того, чтобы пригласить зарубежного артиста на новогодний праздник, пригласить друзей, скажут, у нас сегодня будет там Мадонна. Она приезжает, он ей платит 2 миллиона. Никто об этом не знает. Тоже, да, мы вчера видели ее, она там пела для нас. Вот она уехала, ей заплатили. Или там любой... Брэд Питт. А сегодня можно... Можно сегодня снимать кино без участия государства? Можно без него обойтись? Ну, в принципе, можно и на любительскую камеру снять кино. Я должен сказать, что тут много вопросов. Вообще невозможно. Это дорогое очень удовольствие. Сегодня, тем более сложно, что куда бы вы ни пошли, любая организация, любой интерьер сегодня просит деньги. Когда-то мы делали все это на халяву. Ну, как мог бы снять Сергей Бондарчук свою «Война и мир», если бы мы не предоставили армию бесплатно? Ну, это армия небывалая. Такая... А сегодня за армию надо платить? Никогда не было... А сегодня за армию надо платить? Конечно. Да. Ну, если только сам министр не решит... Не скажет. Да, не прикажет. Ну, я что-то такого... Ну, какая-то помощь идет оттуда. Нет, за все платится. И причем колоссальные деньги. Раньше, я помню, в дни перестройки, ну, любой дом творчества, там, архитекторов, ученых, он был к нашим услугам. Приглашают. Давайте, выступайте, чтобы было у нас что-то. Потом они заломили такие цены, что 20 раз подумаешь, где снять. И, скорее всего, будешь снимать на зеленом фоне, заменив все это картинками. Ну, и бывают. А иностранные партнеры... Не понял? Иностранные партнеры... Иностранные партнеры... Иностранные партнеры... Они сейчас не интересуются абсолютно. Россия... Что происходит? Я должен сказать, что санкции абсолютно распространяются на все. И портрет России... Портрет вообще человека из России... Он очень негативен. С нами работать не хотят. Я помню... Это даже было в былые времена. Вот когда я снял окно в Париж, и у меня был сценарий. «Плывем на Гавайи». Мы написали вместе с Аркадием Тягаем. Это был очень яркий сценарий. И американцы ухватились за него. И про то, как корабль... Рыболовецкое разделывательное судно, где работают заключенные женщины. Делают там... Совершают переворот. Как в Бридосе и Потемкине выкидывают мужскую команду узурпаторов. И направляются на Гавайи. Ищут туда. Потому что им по телевизору сегодня показывали эти пляжи. Ну, очень смешная комедия. Они хотели ее снять. И они приезжали. И мы работали вместе здесь. Значит, подписывали документы. Меняли какие-то сценарии. И тут вдруг охлаждение отношений какое-то произошло в 90-е годы. В конце 90-х. И все. Они сказали все. Наши инвесторы. Считают, что сейчас климат похолодал. Будем ждать лучших времен. Очень чутко реагируют на это все. Иностранцы. Я рассчитываю, правда, на иностранцев, учитывая свой фильм «Радость любви к Джойсу». Потому что Джойс – мировая величина. И диаспора ирландская, и в Штатах, и в Австралии. Она очень влиятельна и богата. Может быть, они Джойса и не читали, многие из них. Но он для них национальная гордость, как для нас Пушкин. Так что я рассчитываю, что, может быть, они помогут. Мединский отказался поддержать проект. Покойная Гениева Екатерина Юрьевна была ярой поклонницей и проводила... Даже у министра культуры Ирландии есть сценарий. С кем она только не разговаривала. Вот не стало ее. И прекратилось это дело. Но я ее именем рассчитываю что-то такое сделать. Если удастся. Хотя это вопрос абсолютно... Юрий Борисович, а, кстати, вот такой практический вопрос здесь от нашего слушательницы. почему невозможно сейчас купить ваши фильмы старые там на DVD, в интернете и так далее. Как это они сидят? Потому что не издают? Ну, я не вижу. Ну, издавал здесь, значит, одна из фирмок. Как она, я забыл, называется? Есть магазин такой напротив цирка. и называется... Товарищи, какой DVD? Сейчас DVD уже никто не смотрит. Я вас умоляю. Все можно купить в сети. Наша слушательница просто ленивая, нелюбопытная. Все есть. А, нет, это продают. Конечно. Продают воры. Воры продают. Воры не продают. Воры бесплатно отдают. Нет, они... Продают. Нет, воры это одна страна. А есть целые фирмы, которые продают... Пожалуйста, продаем фильмы Мамина. И обозначают цену. Я несколько раз закрывал. Устал закрывать. Мне звонят товарищи, говорят, ну, объяви туда, что это нельзя так делать в эту сеть. Да, объявляешь, предъявляешь им авторские свидетельства. Прекращается. Возникает новый пузырь. Это бесполезно. Давайте мы сейчас делаем перерыв. У нас выпуск новостей. Потом продолжим наш разговор и подведем итоги нашего голосования. 20.16. Программа 20.16. Возвращаемся к программе 20.16. Напомню, что сегодня в студиях «Эхо Москва» Ксения Ларина в студии в Петербурге Виталий Дымарский. И там же в Петербурге наш замечательный гость, кинорежиссер Юрий Борисович Мамин. Я хочу подвести итоги нашего голосования. Мы спрашивали наших слушателей, на их взгляд, сегодня благоприятное время для творчества или нет. Какая-то жуть на нашем сетевизоре висит, потому что 81% проголосовавших сказали «нет». Сегодня неблагоприятно. Мы спеяться, Ксюша. Неблагоприятно, но на нашем сетевизоре висит то же самое. Я говорю, на нашем сетевизоре на нашем с тобой. Ну, а какой у нас еще? Ну, да, я смеюсь, потому что я просто открыл то же самое. Юрий Борисович, как Вы это расцениваете? Вы бы сами как на этот вопрос ответили? — Большинство за то, что неблагоприятно. — Да, да. — Это абсолютно правильно. Я должен сказать, что как может быть благоприятная ситуация, когда в стране запрещается всякая критика, закрываются оставшиеся единичные абсолютно свободные каналы, которые говорят, ну, может быть, не столько призывают они к каким-то негативным вещам, они просто пытаются сказать альтернативное мнение и рассказать какие-то факты, которые невыгодны руководству. Их закрывают, придумывают какие-то предлоги. Я не знаю, так сказать, мы все ждем, чтобы... Ну, давайте не будем о страшных вещах говорить. Вы бывали времена в России? Было такое время, когда Герсон вынужден был издавать свой колокол в Англии. Но, знаете, разница заключается в том, что этот колокол читали, в том числе Александр Второй, и говорил своим губернаторам, вы знаете, я знаю все, что происходит в России, я читаю колокол. И принимал какие-то решения. Сегодня у нас совершенно другой взгляд. Мы обостряем ситуацию с миром. Я говорю мы. Я не люблю вообще говорить мы. Потому что в решениях, которые принимаются вверху, я к ним не имею никакого отношения. И когда говорят, что вот мы так поступили когда-то в войну, почему мы? Ну, я бы не поступил так и так далее. Тюрик Борисович, ну хорошо, тем не менее, вот смотрите, советское время, которое мы с вами очень хорошо помним, оно же не мешало возникновению шедевров? Оно мешало. Поэтому шедевры возникали. Оно мешало, но их было очень мало. Я вам должен сказать, что сейчас есть такая точка зрения. Смотрите, как было создано много. А ведь Зощенко же был в это время. Булгаков написал мастеру Маргариту. Мирхольд был. Мирхольд расстрелян. Значит, кроме него там и Бабель и так далее. Этот роман Булгакова, самый знаменитый, лежал в столе. Открыла только перестройка. И выяснилось, что в перестройку вдруг открылись писатели, которые писали в стол, и которых бы никто не узнал в это время. Они оказались, а ими начинают козырять и гордиться. Фильмы. Ну, было несколько, действительно, фильмов, в основном, связанных с войной. Это, конечно, летят журавли, бег и так далее. На военную тему что-то было можно выпустить в силу культуры, режиссуры и так далее. Проверка на дорогах. Проверка на дорогах была на 20 с лишним лет положена на полку. Мы не знали бы никакого. И вторая картина Германа. Вот выдающийся режиссер советского кино. Он снимает первый фильм «Правдивая война», в отличие от вот этих вот ура-патриотических фильмов, которые рисовали войну так, как ее хотели бы видеть руководители партийные. И как сделать приятный для народа. И этот фильм кладется на полку. Его я пересматривал сейчас в праздники. Я так открылся фильм после этих самых ярких американских завлекательных боевиков. Я там их полистал, полистал. И остановился. Черно-белый фильм, неподвижный. Думаю, ну, немножко посмотрю. Интересный какой-то ракурс. Сказал человек как-то хорошо. Второе. Задержался, не смог оторваться. Просмотрел до конца. Какие актерские работы, какие сцены, какая глубина у фильма. И это все осталось. Один из лучших фильмов. Ну, и так далее. И «20 дней без войны». Да. Но, может быть, в этом и есть и секрет, Юрий Борисович, как это не страшно, что вот настоящее искусство требует жертв. Как говорится, в известной поговорке. Нет, поймите. Так это не жертва. Их просто не было. Этих фильмов, их по случайности не смыли. Они лежали. И, в общем, кино-то ведь больше всего страдает. Потому что литература может выжить во времени. Ее могут перечитать. А кино ведь не пересматривается. Кино должно здесь и сейчас. Оно устаревает по форме, во-первых. Возникают новые абсолютно формы его демонстрации. Потом возникают новые стили. Клиповый монтаж, который навязала нам, в общем, телевидение, и без него сегодня не обходится. И старое кино смотрится старомодно, действительно. Это и есть такое. И кино очень страдает от этого. Оно должно выходить в тот момент, когда оно создается. А его не было. В основном картины процентов на 90. Очень слабые, ходульные, придуманные. Это все нравится только тем, кто, вообще говоря, не любит подвижности кино. Те, кто вспоминает свою молодость. А молодость, она всегда скрашивает время. Все любое время можно оправдать тем, что мы были молоды, любили друг друга, было хорошо, весело, дурака валяли. А сегодня этого нет. Но все равно получается, что художник, так или иначе, должен существовать между двумя вариантами диктата. Либо это диктат государства, как в случае в советском, в тоталитарном режиме. Либо это диктат продюсерский, коммерческий, как сегодня. Да, это правда. Треть, невозможно вообще абсолютная свобода, невозможно в искусстве? Нет, ее не бывает. Это бывают короткие куски. Тут вопрос немножко другой. Вы знаете, вопрос отношения к тому, что является выдающимся произведением и какой художник, вот он-то как раз самый спорный. Вот мы с вами придержимся такой точки зрения. А люди, которые сегодня получают работу на телевидении, прыгают там, бесконечно устраивают всякие шоу, развлекают и так далее, они считают, что для них время свободы полное. И они, я вас уверяю, считают, что то, что они делают, гораздо нужнее народу, им и больше. Но это, понимаете, это очень относительная вещь. Это конформисты, люди, которых оглаживает власть. Они действительно заняли места, но они стяжатели. Вот стяжатель не может сделать настоящего искусства, потому что действительно служение искусству, вот как в пьесе «Жизнь Галилея» Брехта, там говорится здорово, когда после того, как Галилей отказался от своих слов, его ученик Андрея говорит, как несчастна страна, в которой нет героев. А Галилей взломленный отвечает, несчастна страна, которая нуждается в героях. Вот наша страна нуждается в героях, но не в таких, как какие там, предположим, кого-то подстрелили или вышли там, подбили и получили за это орден, а в тех, кто не побоится выступить против официального мнения, кто будет неугоден до руководства, которое, вообще говоря, государство, оно всегда враждебно. Оно, и особенно тогда, когда во власть приходят люди, которые являются тоже стяжателями. Любовь к деньгам перекрывает все остальное. И тогда они требуют, чтобы им дали работать так, как они хотят, потому что они его хозяева. Ну, остальных кормит, почему такое, скажем, искусство. Весь телевидение, все телевидение и кино в основном, это сплошная развлекаловка. Низкого сорта и так далее, но она бессмысленная, бездумная. Она не дает задуматься. Поэтому нет, скажем, социальной критики. Совсем ее почти нет. А она не нужна, вы же сами сказали, да. Она не нужна. Она не нужна кому? Во-первых, она не нужна руководителям. Она никогда не была нужна, но она и не востребована обществом, которое очень сильно в культуре потеряло. Сейчас сегодня, например, зритель возрастной в кино не ходит. Если ему нравится кино, он любит старые фильмы, он смотрит у себя дома. Ну, полагает, это технически возможно. Да, сейчас да. А кинотеатры рассчитаны только на молодого, на школьника. Но это же не только наша проблема, Юрий Борисович. Да, это проблема неровая, абсолютно. Это верно. Она ужасна проблема этой. Она как раз свидетельствует о том, что вот научно-техническая революция, это с новыми средствами связи, информации, она совершила очень страшную штуку. Оно привело, как ни странно, к вторичному отечанию. Юрий Борисович, вот смотрите, тем не менее, вот мы с Ксенией недавно, да, Ксюша, мы были на вручении НИК, НИКИ, да, в Москве. И вот мы практически каждый год ходим на эту церемонию. А некоторые даже смотрят всех номинантов. Я вот посмотрела все фильмы. И каждый год все-таки худо-бедно, но набирается там 3-4 фифа. Нет, 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 я сейчас буду даже с тобой спорить, Виталь, как человек, который посмотрел всех претендентов на НИКУ, я посмотрела все кино, которое было. Я вам скажу, что это не худо-бедно, есть из чего выбирать. Есть из чего выбирать. Другой вопрос, что это никто не смотрит. Проката-то нет у хороших картин. В прокате этих фильмов нет. Они получают, между прочим, на фестивалях на международных, они... Вот сейчас мы с вами разговариваем о Вканнах сегодня премьера фильма Кирилла Серебренникова «Мученик или ученик». Этот фильм, я уверена, что его даже в прокате не выпустят. Ну, конечно. А почему не выпускают в прокат? Потому что прокатные, во-первых, организации не хотят их брать. Я с прокатчиками дело имел. Они же хотят зарабатывать деньги, поэтому они продают попкорн. И мало того, один мне сказал такую циничную вещь. Если бы какая-то самая досадная помеха для того, чтобы торговать... Это ваши фильмы. Вот я бы торговал водой и попкорном, и вполне меня бы это устраивало. К сожалению, приходится в этой формате ваших фильмов. Ну, вышел бы в хиоск и продавал бы. А тут люди приходят, они во время фильмов много обстоятельствуют. Но потом я вам должен сказать, жующая публика это стадо. Почему считаются порнокопытные самые неразвитые млекопитающие? Все время жуют и жуют, и мозги не работают. Заметьте, когда в зале я вот наблюдал за молодежью, что-то интересное происходит, жевать перестал на секунду, посмотрел кусочек и опять зажевал. Ну, похоже... А тем не менее, смотрите, вот когда там художника в кино или в любом другом виде искусства как бы заставляют, ну, возьмем литературный пример, писать между строк. Это может быть и кинематограф, да? Учит только кем. Не заставляет ли это художника как бы выискивать какие-то хитроумные ходы, то, что сейчас называется креативить? Да, конечно, заставляет. Но тут мешает что? Во-первых, мешает уровень профессии. Вот профессиональный уровень достаточно низок у нас. Вот я вам должен сказать, что, скажем, школа французская и американская, они ведь обучают как? У них нет общекультурных предметов почти. Это факультативы. Ты хочешь идти смотреть историю кино? Пожалуйста. Или плати, или там что-то такое делай. Но если тебе это не надо, ты обязан единственное очень много снимать. Сотню ты должен сделать самостоятельных работ. А и ориентируется... Ну, вообще там немножко другой подход. Вот сейчас у меня прошел в институте общероссийский такой конкурс медиапрофи. Показывали работы в разных жанрах телевизионные, собранные из многих городов. Казань, там был этот самый, по-моему, Свердловск. Ну, очень много всяких регионов российских. Общий уровень низкий. Он несравним с тем, что происходит там, потому что нет амбиций творческих. Люди просто не стремятся. Они, как в были времена советские, занимаются самодеятельностью. Ну, вот у нас есть какие-то клубы. Что вы хотите с ним взять? Они же не профессионалы. Вот когда у человека появляется желание перепрыгнуть через лучшее, взять рекорд. Вот тогда у него есть шансы действительно что-то достичь. И вот обучают люди, которые не умеют снимать хорошее кино. Посмотрите, кто учителя. Они сами снимают плохое кино. Ученики снимают плохое. Если у человека есть настоящий талант, он может о себе как-то заявить. Но опыта такого, чтобы знать, что нравится публике, у нас такого нет. А вот американцы в течение десятилетий изучали кропотливо, какие ходы сценарные нравятся зрителю, где тут надо оборвать, сколько времени уходит на то, на другое, на третье. Они создали зрительское кино как товар, на который платят. Хорошо, я про другое. Юрий Григорьевич, почему вам не дают вам снять фильм, где все прямо сказано? Почему? Делайте что-нибудь такое хитрое, вроде так, все хорошо. Вы меня немножечко обидели. Во-первых, я никогда не снимал фильмы, где прямо сказано. Это очень... Дрители не понимают. Они представляют себе, что это какая-то комедия. Комедия, это вообще низкий жанр. И вы знаете, комедия высокая существует тогда, когда у зрителей есть определенная культура. Вот праздник Нептуна, я не видел никогда фильма, который был смешнее. Я вам могу сказать, что когда, во-первых, это был взрыв на пятом съезде кинематографистов, необыкновенный, вообще с ума сошлись, сказали, вот появилось новое кино. Дальше съезд писателей. Все писатели звонят, не оставьев, значит, Белов и Распутин. Объясняются в любви, говорят, что ничего подобного не... В общем, это был шум. Приняли сразу в руководство и так далее. Бог с ним, не в этом дело. Люди смотрели, я иногда показывал в залах там в Сибири, и меня директор кинотеатра, директриса ведет, говорит, посмотри, что ты сделал со зрительным залом. Я смотрю со стороны экрана, открыта дверь, и зрители, половина зала сидит на полу, у всех текут слезы. Да, такое было. Но сегодня я показываю с каждым студентом. Но улыбнуться хорошо, потому что фильм ассоциации. В фильме происходит идиотская ситуация с этими моржами, с этой деревней, которая абсолютно параллельна всем героическим фильмам советским. Это Александр Невский с музыкой Прокофьева, которая звучит там, с повторенными мизанценами. Там повторяется Чапаев, коммунист и так далее. Вот это вот, я помню, Лотман в арсенале Риги посвятил час или полтора даже разбору этого фильма, праздник Нептуна. Он рассказывал о том, что такое пародийность и как тут на этом уровне это все равно. Сегодня такой фильм сняли, Юрий Борисович. А когда люди не знают, что такое Александр Невский, коммунист, музыка Прокофьева, они все знают. Там смешно им показаться. Сейчас ровно наоборот. Сегодня еще страшнее. Сегодня, если бы такой фильм сняли, сказали бы, что это оглумление над советским прошлым, издевательство над нашей историей и очернение действительности. Вот, чтобы вы получили. Ну вот, поэтому мне не дают снимать и поэтому не вспоминают праздник Нептуна. Никто. Даже вот Плахов пишет в «Арпиадном свеже». Ни одного слова. Согласитесь, что отсутствие чувства юмора одна из самых страшных приобретений нынешнего времени. И смотрите, вот вместо той комедии, о которой я говорю, появляется народная комедия, площадная такая, вот низкий жанр. Погадницы, удар ногой, люди упали в унитаз, вымазались в дерьме, тортом по морде. И тогда это смешно. А Горько, то, что Жорок Рыжовников снимает, комедия Горько. Ну, Горько, я вам должен сказать, что, во-первых... Вы уже сняли Горько, да, я знаю. Я когда-то снимал. Нет, мне не нравятся эти картины. Я не говорю о том, что они непрофессиональные или плохо там сняты. Они мне не нравятся, потому что, во-первых, весь фильм смеяться над свинством, так же, как особенность национальной охоты. Я не люблю эти фильмы. Ну, как это смеяться? Это такой театр площадной. Строют тебе рожи, это комики, или все время пьяные и как-то разговаривают так, в общем, по-свински. Это смех, который возникает у невзыскательного зрителя, очень с низкой культурой. Вот на таких рассчитано. Давайте мы голосование запустим. Второе, уже телефонное. Вопрос, который мы придумали для вас. Тоже, как бы, вот в контексте нашего разговора. На ваш взгляд, что полезнее для развития искусства в историческом масштабе? Абсолютная свобода или давление и запреты? Если вы считаете, что для развития искусства полезнее абсолютная свобода, ваш телефон 660-06-64. Есть ли давление и запреты? 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Еще раз задаю вопрос. На ваш взгляд, что полезнее для развития искусства? Абсолютная свобода? 660-06-64. Или давление и запреты? 660-06-65. Кто-то даже говорил, что искусство – это культура запретов. Так ли это, Юрий Борисович? Знаете, я очень хорошо помню. Ваша сама формулировка напомнила эту фразу знаменитую. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но примерно так. Абсолютная свобода ничего хорошего в этом смысле не дает. Понимаете, дело в том, что свобода – это осознанная необходимость. И когда мы говорим слово «свобода», то ваши зрители не понимают его или понимают каждый по-своему. Вот тут нужно договориться о терминах. Что мы вкладываем в это? Свобода? Свобода у культурного человека, который понимает, что, скажем, бросить семью, изменить, выгнать мать – это нехорошо, что надо защищать свое государство, защищать ценности культуры, защищать природу свою, не восхищаться охотой на животных, наоборот, стремиться, чтобы захоронить. Вот если у человека есть такое понимание, он свободен в этих принципах. Но эти принципы надо воспитать. Поэтому лучший, скажем, проект нашего высшего государственного деятеля Александра Первого – это было открытие лицея, когда надо было воспитать все-таки культурную молодежь, чтобы она понимала, куда двигаться Россия. И они действительно… Это самый удачный проект, потому что он родил не только деятелей искусства, деятелей политики и так далее. И даже несмотря на то, что не все они стали какими-то деятелями, они создали такую атмосферу, когда на них равнялись. Даже тогда, когда они были в Сибирь созданы. Они были авторитетами. И это очень, очень, очень большую роль играло для жизни России. Кстати говоря, там еще голосование идет. Да, да, да. Меня самовое-то интересует, здесь вот и Елена задает этот вопрос. А как вы относитесь к фильмам, ну и вообще, наверное, к деятельности «Квартета Ии»? А я не знаю. День радио, день выборов. День радио. А, ну нет, это забавно. День выборов. Нет, забавно. И мне какое-что там нравилось в этих фильмах. Да, нет, это фильмы неплохие. Что там у нас в голосовании? Нет, пусть пока идет голосование, оно очень активно идет, и это очень правильно. Конечно же, хочется спросить, Юрий Борисович, а вот по перспективам-то, у вас какие ощущения, как у художника, что вам подсказывает интуиция? У художника и гражданина, я бы сказал. Что вам подсказывает интуиция? В какую сторону движется вообще наше общество, и куда, и чем все это закончится? Ну, закручивание гаек идет, и оно вообще набирает обороты. А чем закончится? Ну, заглянем в историю, я не буду таким опасным пророком для нарисований руководителей, но достаточно заглянуть в учебники, чем это кончается обычно. Это кончается переворотами. Минутчик. И тогда возникают короткие отепели. А подождите, ну, публика-то в восторге от закручивания гаек. Вы же видите, какая невероятная поддержка, небывалая поддержка всем начинаниям власти сегодня? Да это всегда так было. И только дай в этом смысле волю. Вообще говоря, публика, вот Пушкин называл это чернь. Толпа и массовость, и коллектив огромный, который был выгоден, причем во времена советской власти, от лица коллектива выступали. Это все ложные вещи. Проголосуют за тех, на кого укажут и так далее. Всегда ведь ведет общество. Вот когда общество ведет культурная элита, как и во всех странах это бывает, на нее равняются, ее уважают, уважают образование, уважают ум, уважают там ценности культурные, равняются на Толстого, на Достоевского, на Чехова, на Чеховского. Вот это тогда толк. В обществе происходит что-то очень-очень важное, несмотря на то, что, конечно, конфликт с государством у них всегда будет, с народом. Но есть вот такие приоритеты. А когда у вас приоритет? Это успешность. А успешность сегодня можно расшифровать, как умение заработать, схватить деньги, где попало. Если тебя не поймали, то молодец. Поймали неудачник. Пусть неудачник плачет. Юрий Борисович, а может из этого порочного круга выйти, вот о котором вы говорите? Долгие годы реакции, короткий период оттепеля. Ну, надо воспитать, открывать лицей, надо создавать вот эту культуру. Ну, лицей все равно короткое оттепель. Ну, да, короткое, к сожалению, но бывает так, что страна большая. Знаете, я вам скажу так, что есть еще у нас очень неприятное? Когда говорят сегодня о том, что необходимо изменение в стране в смысле целой системы. И тут я недавно читал, что премьер Медведев предложил изменение президенту. Нам надо менять какую-то систему. Тот подписал. Я посмотрел, что менять. Но нам надо еще один проверяющий орган, который будет следить за коррупцией. И он будет составляться из этих же чиновников, которые будут сами за собой следить. Ну, это глупость, с моей точки зрения, неимоверная. Но дело в том, что, понимаете, надо... Вот, скажем, культ вашего города. Вы, вы со мной разговариваете из Москвы. Да. Это же тормоз России необыкновенный, который не дает развиваться регионам, так она же, она же жирает 70% в Москву волового продукта. Ее прокормить никто не может. Да ладно, вы там снимаете на свою ставку. А правят ваши, Юрий Борисович. Правят наши. Да, это наша бригада пришла к вам. Это правда. Но вы посмотрите, как оттажают губернаторов. Одного за то, что он не заплатил зарплату, другого за то, что не сделал дороги. Так ему, во-первых, самому надо наворовать. С другой стороны, либо дороги строить, либо платить зарплату. А Москва забирает все необходимое. То есть, душат регионы. А они должны... Надо было бы рассортировать все министерства по городам. По Свердловску, Новосибирску. Вот пускай они туда едут. Они не прекратят, конечно, коррупцией заниматься. Но тогда туда потянутся какие-то центры. Там будут деньги, там будут распределения. Начнется развиваться что-то. Сибирь не развита настолько за это время, что туда китайцев вынуждены пустить. И они у нас ее вообще отнимут. Это в результате. Просто явочным порядком. Да, у нас душит время, поскольку... Время. Давай результат голосования. 85% наших слушателей голосуют за свободу. Ну и, соответственно, сколько там, 16%, 15% говорят все-таки, что надо ограничивать и запрещать. Вот так кучуру. Но, Ксения, у вас все-таки публика весьма особая. Вот эта публика, которая, когда мы говорим об элите, все-таки публика у Эха Москвы, с моей точки зрения, более элитарная. Она более культурная, более древняя. Вы эльстите нашей публике, она очень разная. Нет, ну конечно, нет. Она разная, но люди, которые хотят слушать правду, они обращаются, а куда еще? Даже если вы были бы хуже, чем вы есть, на самом деле, то все равно некуда больше обратиться, как к вам. К вам, куда-нибудь там есть. У нас время истекло. Мы очень эмоционально разговариваем, очень портный разговор получился, а времени мало. Поэтому я предлагаю Виталию Наумовичу нам почаще встречаться с таким замечательным гостем. Хорошо. А вы, Юрий Борисович, будьте нам здоровы. Хорошо, я буду настроен. С низкого старта всегда к вам. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо.